Везде, где можно, где надо и где не надо, поэтому тут мертвы, наверное, не мертвы. Ну и так, дела такого рода мертвы не потому что. Ну что, понятно про кровь Христа, что она словисть ощущает, и причем это было одноразовый такой акт, и вечный. Не нужно теперь каждый. Камарина, Василий Николаевичевская война. Ваша брань против духов злобы победят. Не отвлекайтесь, пожалуйста. Здравствуй, Ваша. Это я. Говори, у нас занятия идут здесь. А, хорошо, да. Все. С Богом. Евреям 9.15 И потому Он, то есть Христос, есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Толкование. Очевидно, смерть Христа смущала многих из более немощных. Если Он умер, говорят, то каким образом Он даст нам то, что обещал? Теперь Павел, устраняя это смущение, показывает, что именно в силу того, что Он умер, Завет Его является твердым, ибо не говорит о Завете живых. Ради этого, говорит, ради того, чтобы очистить нас, Он умер, и в Завете оставил нам отпущение грехов и вкушение отеческих благ, став ходатая между Отцом и нами. Отец не хотел оставить нам наследство. Он разгневался на нас, как на сыновей отступивших от Него и сделавшихся чуждым. Поэтому Христос стал ходатаем и умолил Его. Каким же образом? То, чему должны были подвергнуться мы, ибо нам должно было умереть, Он Сам подъял за нас и сделал нас достойными Завета. И Завет снова утвердился смертью Сына, так как этот Завет доставил наследие недостойным. Ибо и Завет одних считает наследниками. Слушай Завет Христа. Цитирую. Хочу, чтоб там, где я, и они были со мною. Евангелие Тавана 17, 24. Других же, лишенными наследия... Вася, я слово Божие читаю, ты шутишь, сидишь. Выйди из класса. Ха-ха. Он только этого и ждет. Он вспомнил, как он три класса, почему он учился. А потом ему хорошо было до 70 лет. Никто не трогал. Ибо и Завет одних считает наследниками. Слушай Завет Христа. Хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Евангелие Тавана 17, 24. Других же, лишенными наследия. Не о них же только молю, но и о верующих меня по слову их. Евангелие Тавана 17, 24. Завет имеет свидетелей. Свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Евангелие Тавана 8, 18. И утешитель будет свидетельствовать о мне. И вы будете свидетельствовать. Евангелие Тавана 15, 26, 27. Видишь ли, что смерть Христа была ради нашего искупления. Посему, как же ты думаешь, что она немощна, когда она настолько могущественна, что исцелила и преступления, бывшие в законе. Итак, зачем ты обращаешься к закону настолько немощному, что он не в состоянии был исправить преступления, бывших в нем. Не потому, что был дурным, но потому, что был немощен. Если бы смерть Христа не освободила нас от грехов, которыми мы вооружили против себя Отца, то как бы мы получили бы небесное наследие? Выражение «призванные» означает, что вначале Бог был расположен к нам, как Отец к сыновьям, и мы были призваны к наследию. В последствии же грехами мы сами себя сделали недостойными этого наследия. Вопросы? Как бы здесь переход уже теперь на жизнь в Новом Завете идет. То все мы говорили о Ветхом, в переходе к Новому, а теперь стали недостойными. Ну то есть в Ветхом Завете мы тоже стали недостойными, но Христос-то пришел. Ну и в Новом Завете мы можем быть недостойными, хотя и знали Христа, как думали. Не все говорят, что не все говорят. Хватит дергаться, Вася. А какое наследие, о каком наследии здесь говорится? Обличное наследие. Сможет, это конечная цель апостола Павла? Вот, ведь не просто так совершал подвиги, а даже и говорит, что на ресталище бегут многие, а получают награду один. А какой награде говорится? Конечно, о высшей награде. Это о преображении внепления. Вот, это дар Божий во Христе Иисусе. Он тоже об этом говорит, это дар Божий. Если возмездие за грех смерть, то дар Божий – это жизнь вечная во Христе Иисусе. Нет, я спрашиваю о наследии ветхозаветного. Ветхозаветное наследие? Нет. А какое там наследие? Ну вот, слушайте еще раз. Потому что он есть ходатай Нового Завета, Христос. Дабы, вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованные. То есть, люди же тоже те, которые до Христа жили, ждали Мессию обетованную. Когда Христос вовал пришедшего, и которые приняли Христа, получили вечное наследие. То есть, Царство Небесное. Ну, а им же Бог Отец обещал эту вечную жизнь евреям? Или только им землю обетованную обещал, которую они за то, что они будут закон соблюдать? Ну, наверное, не просто обещал. Если есть 15 глава Евангелия от Луки, который говорит, что Лона Аврамова, значит, было все же, что-то было. Там вот как-то вопрос, может, некорректно поставлен, но это обещал, не обещал. Но мы знаем, что это было. Как бы глобальнее были вопросы по этому. Второзаконие нам рассказывают подробно. Как меня слушайте этого пророка, написано. Восстанет пророк. Он не говорит, через сколько поколений. Он сказал, будет такое, восстанет пророк. То есть, ваше дело, вот, исполнять, что сейчас есть, и потом слушать того пророка, который придет после меня, говорит Моисей. Евреи, все. А что там вам будет наследие? Наследие будет, да, всем евреям. Будет наследие, будет, все, и они ждали. Вот так. Вот такой был Аврам. Великий верующий человек. После себя он оставил такую веру посеял, что она до нас дошла. Некоторым даже мозги замутило. Отсюда и ереси пошли. Мартин Лютер, помните же, откуда пошла ересь? Написано у ребенка вместе. Нет, когда он к папиной туфле подползал. Праведник веру и жив будет. Это Авраамова слова. Праведник веру и жив будет. Верую. Что я тут верую, а я чем занимаюсь? Целую туфли у кого. И началась подвижка у него внутри его. И он понял, что обетование, которое давал Моисей, уже прошло. Теперь уже пришел другой пророк. Как меня его слушайте, написано. И они ждали. Вот это вот и есть тот Машиах, которого они ждут. Пока Христа не считают Машиахом. Пока. Сейчас тут прошло такой бум, что папа выпустил булу недавно о том, чтобы евреям перестать миссионерствовать. Потому, что евреи и так все спасутся. При последнем времени. Написано. Весь Израиль спасется. Зачем, говорит, им проповедовать, если они и так спасутся? Остаток. Написано остаток. Ну, написано весь Израиль. Еще написано. Ну, а в воскресенье они, конечно, знали, они его и ждали. Помните, Самарянка-то говорит. Да. Знали. Самарянка, раз об этом говорит. Не только Самарянка. Да. Марфа даже говорит. И Марфа говорит, да. Знали, они ждали это. Вопрос, было ли иудеями с пазоветом обещанная вечная жизнь? Или не было? Ну, если они ждали его, значит, было, они... Книга бытия, третья глава, 15 стих, говорит она. Как? Третья глава бытия. Ну, там в третьей главе искушение. Да. Будет вражда между вами и... Между тобой и... Да. Доброго чистота. И ты будешь жалить его в питу, а он сокрушит тебя в голову. Написано. То есть, сатану. И все встанет на свое место. То есть, человек опять воспрянет, станет верным Богу, любимцем Бога. Но, чтобы это было, нужно исполнять. Да. А они до сих пор, евреи, на свадьбе это вспоминают. Причем в точности вспоминают. Бросают такие эти, типа пакетов таких бросают. И хлопают ногой по ним. Ну, то есть, когда свадьба проходит у них, то они вспоминают это пророчество. Что вот почему свадьба? Почему свадьба? Почему бракосочетание? А потому что вот должен родиться тот, который сокрушит и бросает пакет и все. Одновременно, там хлопок такой, бубюх, по всему залу. Жалить в питу. Или сокрушать в голову. Все они-то делают. Жалить в питу кого? Кто будет жалить в питу? Кто жалит? Змей. Змей. Сатана жалит. А они его в голову. В питу. В его. А он, говорит, сокрушит тебя. Кто он-то? Потомок. Потомок Адама. А он сокрушит тебе главу. Написано. Иисус Иисус. Да. А что такое в питу ужалить? Это смертельно или нет? Не смертельно. Молодец. Правильно. Не смертельно. Не смертельно больно, но не смертельно. И вот отсюда это обетование говорило о том, что сатана будет сокрушен. И раз Адама вспоминают, то значит все, кто от корня Адама, то есть все человечество. Ну, а там дальше уже еще есть пророчество, конечно, и Давид об этом говорил, о нетлении даже говорил. Мы постоянно читаем это. Там у Давида в псалмах много говорится об этом. И о праведниках тоже. И время 9.16. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. И так да не смущает вас смерть Христа, ибо если бы он не умер, то не установил бы завета, чтобы мы могли быть наследниками. Ибо несомненно, что завет после смерти получает силу, и мы совсем были бы недостойны наследия, так как не была бы разрушена вражда, вражда между Богом Отцом и предхозаветными людьми. Должна быть примирение, смерть. В меде за грех смерть должен кто-то умереть. А мертвые животные, которые жертвуют на себя, они прообразно указывают на смерть Христа. Потом, когда у них все это сошлось, рыбы отелиться, это Христос, там еще червленая нить, кровь Христа голубая, нить там была внизу, все вот эти вот. Примирение через князя мира, пророка, совет 6.9. Князь мира, Христос. Князь мира, отец будущего века. Отец Вечности. Вот как, не будущее, там написано Отец Вечности. А обещание данной Авраамы благословляться в тебе все народы? Да. Вчера. А как это понимать? Благословятся в тебе все народы? То есть, русские же народы, как они в Аврааме благословятся? Порочество сбывается, то есть русские становятся как Авраам, верующие, надеющиеся, верующие. Там больше того, там Сим, Хам и Афет разделение идет. И вот в шатрах Симовых и Афет поселится средний брат, получается. А хам, а хамы все не войдут. Ну, тут уже, это, говорится, по Ветхому Завету, по Новому Завету, если ты даже из племени хамитов, то я уверовал во Христа, то... Да, ни мужчина, ни женщина. Ни мужского пола, ни женщина. Здесь все имеют во Христе и имеют надежду на спасение. Ну, апостол Павел в посаде к Тимофею там говорит, что и принят веру в народах. Проповед, и принят веру. Принят веру где? В народах. В Христове, да. Да. Принят он. Через Христа, и так там, ответом, через Христа, и все соединено. Великое благочестие тайна, помню, мы учили. И великое благочестие тайна. Это тайна. Верующие в сына, а вот мусульмане, вот они в Бога верят, а в сына не верят. Видишь, на них тогда не сбывается. Верующие в сына имеют жизнь вечную, а они учат, что у Бога детей нет. Бог не имеет товарищей, то есть идет хула на трубец. У них все через гнев идет. Видишь, они не просто не верят еще в сына Божий, а у них сатанинское, у них убийство человека есть. Спокойно это. То есть наказание, убийство, смерть. А это до такой степени уже ветхозаветное. Даже Господь к какому-то закону это относил. И то, там были какие-то города-убежища, чтобы человек мог убежать. А у них просто нет. Причем законы-то не часто вообще никакого отношения к Богу отцу не имеют. Но вот что касательно убийства, тоже я как-то читал рассуждения такие, что да, в Новом Завете Господь не призывает никого убивать. Он говорит, взявший меч мечом погибнет, не убей, убей врагов ваших. Однако, вот такое замечание, когда женщины взяты в предприятии, привели и говорит, закон повелевает побить камнями. Что, Христос сказал, нет, сейчас Новый Завет побивать его не надо? Он сказал, возьмите камни. Кто из вас? То есть Христос предсказал, убивайте. Бросай. Убивайте. А почему они не убили? То есть Христос не сказал, не убивайте. То есть закон, связь, возмерзия, заглядь, смерть. Но, прежде чем взять камень, ты сам должен быть чистым и непорочным. Как Христос. Да нет, это не Христос. Христос придет с Евангелия. А эти люди действовали не по Евангелию, а по закону, который в этот момент существовал, Бога Отца. И он не мог противоречить ему. Не мог противоречить. Но, он и не противоречил. Но, он сказал нечто новозаветное для них. И написано, и чертил палкой, и толкование, как бы, говорит, что он начал грехи писать от большего к меньшему. А, допустим, прелюбодей, лжец. И они, совесть их начала обличать, и они, говорит, от старшего к младшему начали уходить. Покидать место это сборище. Они так все вместе собирались. Совесть их обличала. Но, все равно, их много. Они друг друга подбадривали. И побивали человека, наконец-то. А Христос просто им показал, кто они есть изнутри. И оказалось, и им тоже не хватает Евангелия. Те, кто хорошо исполняли закон. Даже до смерти. Поэтому тут никак нельзя сказать, что... Если бы это было в Новом Завете уже что-то... А так как это ветхозаветное... Еще. А Христос принес Евангелие. Показал тем людям, которые не пришли к Нему, как нужно действовать. А через свою совесть, давай. Евреям 9.17. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Толкование. Читай и понимай это в виде вопроса. Евреям 9.18. Почему и первый завет был утвержден не без крови? Толкование. То, что говорил, он доказал не одним только общим обыкновением, но и событиями Ветхого Завета. Что еще более убеждало евреев. Почему говорит? То есть, так как необходимо, чтобы смерть предшествовала Завету. То поэтому первый завет был утвержден не без крови. Кровь – символ смерти. Но там кровь Агнца, ибо Ветхий Завет был образом. Здесь же, когда воссияла истина, Сын Божий, плотью умер за нас. Что же значит «был утвержден», то есть «стал действительным». Ибо никаким другим образом он не получил бы начала действия, если бы не предшествовало излияния крови. – А что ты пойдешь домой? – Вы будете молиться, помолитесь за меня. – Так молимся всегда. – А что там еще остается? – А, в пути? – 19 минут. – 19-20 минут. – Ты одна поедешь-то без Миши? – А Виктор у меня здесь остается. – Ой, Вишня, Витя, Витя. – Он здесь остается у нас в среду к врачу. – Ты приедешь, да? – Я уберусь сюда. – А, ну давай, с Богом помогите, Господи. Мы за тебя путешествующие в детской стране. – Ну, то есть еще на той неделе, может быть, будет? – Я приеду у нас в среду к врачу, там что скажу, не знаю. – Ага. – Ну, с Богом помоги, Господи. – С Богом. Евреям 9, 19. – Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью, червленную и есопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ. Толкование. – По закону. То есть, как Бог законом положил, чтобы заповеди его были объявляемы вслух всему народу. Или все заповеди по закону, то есть, что было положено законом. Почему же были окропляемы книги и люди? Или потому что из людей предизображалась честная кровь, кою, ну, два слова, большой буквы честная кровь, кою окропляемся мы, сердца наши, ибо сердца – суть книги. Как и выше он сказал, вложу законы мои в мысли их. Евреям 8, 10. Вода – символ крещения. Здесь берутся кровь и вода, быть может, для обозначения того, что из ребра Господа истекли кровь и вода. Быть может, и потому, что крещение символом, коего служит вода, возвещает смерть Господню, знак которой – кровь. Исок же употреблялся как вещество, сгущающее по причине его плотности. Для подобной же цели служила и шерсть. Или так, как Христос – агнец, поэтому и шерсть червленая, чтобы по цвету она имела образ крови. Вопросы. Да, то есть везде кровь, смерть, завещание, обетование. Кровь Христа, кровь она умерла, кровь нашей грехи, кровь все показывает, что он умер. Какие первые признаки? Кровь, я думаю, это нужна. Ну, почему кровь? Это жидкость, кровь, жидкость. Жидкость, оно, это не твердое тело. Ну, как вот, из ниоткуда вода взялась. И никуда ушла? Куда она щела кровь? Нет, ну, никуда понятно, там, храбить, небес, ну, это все. Но она ниоткуда взялась, то есть не описывается, откуда Господь сдал воду. Не описывается, как воду он сделал, Господь. Вообще, воду любую не написано, он ее разделил уже, и все. А когда он ее сотворил, не написано, сразу она была там. И Дух Божий носился над водой, вот и все, как написано. То же самое в человеке кровь, кровь она. И потом, оказывается, что через воду очищение идет. Очищение через воду, жидкость. Очищается земля. Земля вопиет от крови, написано. Кровь Авеля упала, и кровь Авеля вопиет от земли к небу. Вот так вот. То есть, вот эта кровь в человеке, Бог вот сделал так, что дал нам жидкость, жидкость самого человека. Вот это мы земля, сделанная из земли, а кровь это тоже жидкость, вот как вода. Только она еще разделяется. Правда, там вода есть, и сама кровь. Кровь и вода, говорит, разделилась все, когда Христос умер. Вот так вот. Ну, то есть, так Господь сделал. А почему? Ну, а дальше, когда задумаешься, там, освящение происходит воды в день крещения. И освящается вся вода. И вот если ты с верой принимаешь ее в этот самый день, то она имеет такую же пользу, когда священники освящают, когда священнослужители заботятся об этом уже. Невероятно просто. А вот так Господь сделал. И прошел, говорит, через облако, а облако было из чего? Из пылинок воды. Из пылинок воды. И это облако очистило народ еврейский. И они начали искать землю обетованную, очищенными уже, как бы, Господом. Тоже через жидкость. Но не все вошли. И вот теперь самая главная жидкость. То есть, Господь показывает, как важна кровь. Кровь вопьет от земли к небу. Почему? Казалось бы, что спокойно убийца может действовать, убивать. И вдруг кровь разговаривает к небу. Всю правду говорит кровь. Вопьет. Как какой-то этот самый Шерлак Холмс. Кричит. Но вопьет. И написано вопли, я услышал, а как вопли? А вот как оказывается. Ну и узнает через... Ну а как прям, она кричит что ли кровь? Ну мы не будем говорить об этом. Просто поднимается, как вот жертвоприношение. Кровь же проливают, жертвоприношение. И Господь, написано, принял эту жертву. Ему нравится это воскурение. А там такой чат стоит. Ну что, Богу нравится этот дым что ли? Или что? Мы не можем сказать, что это нравится. Мы можем сказать, что сама жертва ему понравилась. То, что люди... Желание людей. Люди, да, обращаются к нему с любовью. То есть они вот веруют, что он их отец. Ну та вера, которая была детская, она сейчас преображается в любовь ко Христу, который и есть тот агнец. Не агнецом мы жалеем, а себя жалеем. Господи, как же мы столько нагрешили, что Тебе пришлось за нас умирать. И умирать-то страшно, мы-то болеем тоже. Для чего? Чтобы Господь показал нам, что больно вот это вот, больно вот желудочек, больно, а голова больно. Так Христос все претерпел. И терновый венец на голову ему. Без греха. Да, и били его, и голодал он, все, все было. И висел на этом кресте, говорит, там асфикция, человек задыхается страшно. Как будто ему пакет на голову одевают, он уже почти задохнулся, опять снимают. Вот такая вот боль. И уже сколько часов висел. И все ради чего? Не из-за чего? Не из-за чего? Из злобы. Из злобы это через сатану передалась на людей. Люди приняли эту злобу и умертвили ни в чем не полинного, делающего такое милосердие для нас. Вот она кровь опять, уже Христова, пришла сюда уже, к нам. Время, 9.21. Также окропил кровью и скинию и все сосуды богослужебные. Толкование. И это было прообразом, ибо скиния это мы, согласно следующим словам. Вселюсь в них и буду ходить в них. 2 Коринфянам 6.16. Мы и сосуды в большом доме Божием. Одни золотые, другие серебряные. 2 Тимофея 2.20. Итак, мы были окроплены истинною кровью Христа и освящены, будучи крещены в смерть Его. Евреям 9.22. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Толкование. Для чего прибавил? Отнюдь. Для того, чтобы там не было ни совершенного очищения, ни... И ни совершенного отпущения грехов. Ибо... Как это возможно, когда грехи не отпускались? Еще я вспомнил сейчас, и помните Иуда Бенгур, первый, который... Когда Христос на кресте висит, и гром это, и пошел дождь. И вот эта кровь как стекает с креста, и у подножия на камнях. И дождь начинает, и показывает, прям красная вода течет. И потом растекается, растекается, и показывает, долина там, и река пошла большая. То есть, кровь Христа попадает в эти воды. Уже как круговорот воды в природе получается. Невероятно просто. Как Господь сотворил эту воду, и в воду попала теперь кровь Христа. С небом соединилась, то есть получается. А теперь очищение в крещении. Да пожалуйста. Вода-то с кровью Христовой. Очищение. Ну как бы такой намек дают. Намек эти. Кто снимал? Это же снимали верующие, получается, люди. Это нас было как-то снять все так. Ну вообще, конечно, фильм. Илга Бенгур снят явно для христианства. Показать первое христианство, как христиане веровали в Господа. Это вот нашим детям надо смотреть и разбирать прям с ними этот фильм. Он как раз о их сегодняшнем положении в душе. То есть душа детская такая. Они, видишь, одна лежит, другая. Серьезности такой как бы нету. Устали, да, там и так далее. Ну детям, что сделаешь? Надо только помогать. Молиться, Господи, помоги. Помоги, Господи, в жизни встречать только верующих. Никита, он спрашивает, говорит, почему ты не пошел никуда работать? Он говорит, Игнатий Иванович, когда приехал, он, да я подумал, что я пойду там, везде неверующие, что я буду с неверующими работать. Я бы хотел, чтобы вот у меня в душе всегда вера была, а тут и неверующие. Вот там курят, матерятся. Прекрасные слова были. А дело, говорит, покажет. А на деле это сложно. Это с верующими оказалось сложнее, чем с неверующими. Из себя я убери, а будь христианином. То есть это вот нам всем надо, этот пример для нас наука. Вот тяжело нам друг с другом, не тяжело, с кем тяжело. Кто на кого что имеет, говорит, прощайте, братья, кайтесь друг перед другом в прегрешениях и прощайте, говорит. И вам будет прощено. Для нашего же блага. Сносите немощи. Сносите немощи, да. Сильные. Несите немощи бессильные. Хорошо, если бы он одумался. Он очень много молчал и много своего внутри создавал. И это свое он зачем-то начал культивировать, то есть взращивать в себе. И попытался внести это свое новое какое-то учение, предназначение, он думал. Да это старое ересь. Это свое я. Нет, он его раскультивировал, то есть оно было внутри, ему надо было это заглушить и выбросить. А он еще наоборот здесь взрастил это еще больше. И выстрелил всем людям. Ну да, он никак не мог, уже молчать не мог он. У него от избытка сердца говорят уста. Это в сердце избыток. Сатана вошел и все. Что тут надо было как-то... Так, все. Евреям 9.23. Итак, образы небесного должны были очищаться сими. Самое же небесное лучшими сих жертвами. Толкование. Небесным называют то, что у нас, что касается церкви. Выше сказано, в каком смысле церковь неба. Посему образами и прообразами наших священнодействий было то, что употреблялось у иудеев. Поэтому и очищались кровью козлов и пеплом телицы и прочими столь же незначительными вещами. Самое же небесное подразумевается то, что принадлежит церкви нам. Так как наши лучше иудейских и лучше настолько, насколько небо лучше земли. И действительно им обещаны земные блага, а наше наследство небо. То по всей справедливости наши священнодействия достойны лучшей и более величественной жертвы. Крови Сына Божия, очищающей нас более совершенной. Таким образом, смерть Христа произошла не только для утверждения завета, но и для совершения истинного очищения, очищения души. О благодеяниях же смерти он напоминает потому, что многим она казалась бесчестной и особенно крестная смерть. Все. Благодарю, Господь. Благодарю. Многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето. Многое лето. Помоги, Господи, нашему брату, нашему наставнику, чтецу нашему старшему. Во всех его трудах благослови, Господи, на благовестие в жизни. Помоги ему. С этой сейчас язвой исцели и многомилостивой, Господи, помоги, чтобы еще много лет он приносил пользу людям, проповедуя слово Твое искусно, без прикрас. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Благодарю. 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 Батюшка, благословите нас. Ну, вообще, благословите. Спаси Христос. Аминь.